Второй критерий. Критерий самый сложный, я бы сказал, логическая связанность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта, его целям, задачам и ожидаемым результатам. Почему это самый сложный критерий, я сразу поясню, исходя из данного нашего слайда. Сначала идет постановка проблемы. Если проблема поставлена, из нее мы переходим к цели. Формируем цель, вы помните, цель решения проблемы. Если у нас поставлена цель, достигнуть ее можно с помощью задач. Вы видите, что цель, ниже стоят задачи, которые мы должны решить. Все задачи у нас решаются за счет мероприятий. Каждое мероприятие имеет свой результат. Когда мы просуммировали результаты, мы получаем итоговые результаты проекта, как количественные, которые заносим в пункт 13 заявки, так и качественные, которые у нас в 14 пункте заявки. Как я уже говорил, все мероприятия формируются за счет и проходят, могут быть проведены за счет двух составляющих. Бюджет проекта и команда проекта. То есть, каждое мероприятие должно обеспечиваться определенным набором команды, которая сможет провести и реализовать данное мероприятие. И каждое мероприятие должно быть отражено в бюджете. То есть, есть мероприятие, все расходы на него переносятся в бюджет. Команда проекта должна иметь ключевых игроков, которые обеспечат выполнение основных мероприятий и смогут решить задачи и достигнуть поставленной цели. Сейчас мы вернемся опять к заявке и посмотрим, как это реализовано в заявке. Проблема мы с вами показали, которая сказана была. К сожалению, далеко не все школьники и студенты в достаточной мере чтят имена людей, развернувших партизанское движение и унесших весомый клад в дело Великой Победы. И цель поставлена заявителям привить интерес молодежи к углубленному изучению истории, стремлению четкого понимания исторических процессов, осознанием того факта, что настоящий патриот должен быть интеллектуально и физически развитым. То есть, в принципе, поставили цель, вот этот пробел, который есть у молодежи, его, скажем так, убрать этот пробел, чтобы молодежь узнала историю края, чтобы она занималась спортом, изучала и там стрелковое дело, как далее будет записано в кратком описании заявки. То есть, цель поставлена. Какие задачи видит далее наш заявитель? Задачи проекта. Первая задача — создание эффективного механизма по проведению подобных мероприятий на территории ЦФО. Как задача проведения подобных мероприятий, если мы не знаем, какие вообще мероприятия будут и что за мероприятия будут, как создание эффективного механизма может повлиять на достижение данной цели данного проекта? Ответ — никак. То есть, задача поставлена неправильно. Задача поставлена привить молодежи интерес к знанию своей истории, к занятиям спорта и так далее. Как создание эффективного механизма по проведению мероприятий на территории ЦФО может привить эту любовь? Никак. То есть, задача поставлена неверно. Вторая задача — формирование активной гражданской позиции. Хорошо. Третья задача — создание условий для регулярного взаимодействия студенческого сообщества и школьников по реализации программ патриотической направленности, а также программ по пропаганде здорового образа жизни. Три задачи. Наш заявитель справился и три задачи поставил. Дальше эти задачи, следуя нашей логической связности, должны найти отражение мероприятия. Вот перед вами сейчас часть мероприятий, мы пройдемся по ним подробно. В этих мероприятиях, я буду их пролистывать потом, но сейчас просто поверьте мне на слово, все поставленные 14 мероприятий не имеют ни одного из них для решения первой и второй задачи. Соответственно, ни первая, ни вторая задача, поставленная нашим заявителем, никогда не будут решены. Соответственно, данный проект никогда не сможет достигнуть поставленной цели. Если мы будем смотреть все мероприятия, вот первая часть — это общие мероприятия, организационные, 4 мероприятия, все носят абсолютно организационный характер, обращая внимание, ни один из них не имеет количественных показателей. Все мероприятия организационного характера — провести, собрать оргкомитет, проведенный оргкомитет и так далее. То есть первые 4 мероприятия носят организационный характер и не имеют ни одного количественного показателя, ни сколько человек будет собираться, ничего, мы вообще не можем понять. Целевые группы, которые заявлены у нас студенты и молодежь, они не касаются вообще. Следующие четыре показателя носят примерно такой же характер. В самом конце у нас появляется репетиция к основному действию проекта. Это проведение мероприятия 16 сентября, на котором будет основное задействованное мероприятие на территории оздоровительного комплекса. Будет проведено мероприятие открытия, заключительного финального действия проекта. И на этом же мероприятии будет реконструкция боя за освобождение Брянщины. И на восьмом пункте появляется репетиция данного мероприятия. Но опять нет ни одного показателя. Здесь есть вопрос о подборе волонтеров. Нет, нисколько волонтеров. Нигде они подбираются. То есть ни одно из мероприятий третьей задачи не имеет конкретного, количественного или качественного результата. Общие фразы. И вот следующие еще четыре такие же мероприятия. Оформление документов, приглашения, которые распространяются и так далее. И опять ни одного количественного показателя, ни одного качественного показателя, как улучшается от проведения мероприятий социальная среда. В принципе, так доходит до последнего мероприятия, даже финальное мероприятие, которое в принципе должно пройти и для чего делался проект. И все заточения, для чего 90% затрат проекта, оно не имеет ни количественных, ни качественных показателей. Мы доходим до самого заключительного мероприятия и смотрим все-таки, если нет ни количественных, ни качественных показателей, что заявляет у нас претендент на получение гранта в заявке. В 13 пункте мы увидим, что количество человек, принявших участие в мероприятии, планируется 350, а качественным результатом станет объединение студенческого сообщества. Мы с вами помним, что цель была заявлена совершенно другая. Целью было заявлено улучшение знаний об истории родного края, а не объединение студенческого сообщества. И целевой группой были прописаны в заявке школьники старших классов, молодежь, внутри непосредственно и студенты. И мы не видим ни улучшения качественного знаний об истории родного края, об истории партизанского движения, об истории тех, кто в рамках 75-летия со дня освобождения Брянщины ковал эту победу, кто создавал и партизанское движение, кто участвовал в освобождении Брянщины, кто внес вклад. Эти имена героев, которые по утверждению заявителя уже не знают молодежь, они так у нас в итоге и не будут узнаны. Соответственно, какая оценка может быть по данному критерию? Я не буду сейчас на этом критерии останавливаться на позициях бюджет команды проекта, потому что для этого есть другие критерии, но вы должны понимать, что при оценке второго критерия будет учтено то, что у нас в команде проекта, опыте организации, бюджете проекта, они лягут потом в основу оценки по второму критерию. Сейчас мы просто не будем перескакивать туда.